Добрый вечер! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360 в студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Эти средства будут направлены на широкий перечень мероприятий. Петрозаводск получит дополнительно почти полтора миллиарда рублей на подготовку к столетию Карелии. Первый – это наш человек. Ученые из разных стран собрались в Петрозаводске в честь трехсотлетия первого российского курорта Марциальной воды. У меня просто выработалось и воспиталось вообще уважение к старым вещам, уважение к вещам с историей. Вторую жизнь старым вещам дарит Петрозаводский модельер-дизайнер Лада Дымкина. Ее работы из текстиля становятся частью различных коллекций. Повышение прожиточного уровня для пенсионеров, отмена транспортного налога многодетным семьям и назначение нового уполномоченного по правам человека в Карелии. Сегодня депутаты Законодательного собрания республики провели первое после каникул большое заседание, на котором рассмотрели 24 вопроса. Подробности в материале Светланы Воробьевой. На должность уполномоченного по правам человека в Карелии претендовали трое. Александр Шарапов, он исполнял обязанности омбудсмена предыдущие пять лет, член общественной палаты Карелии Лариса Бойченко, а также адвокат Александр Флеганов. Сегодня кандидаты отвечали на вопросы депутатов, затем путем тайного рейтингового голосования был избран уполномоченный по правам человека в Карелии на следующие пять лет. Им стала Лариса Бойченко. В соответствии с Законом она поклялась защищать права жителей республики. Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия и законодательством Республики Карелия, справедливостью и голосом совести. Большинство вопросов, которые рассматривали сегодня депутаты, обсудили на заседаниях комитетов еще в первое полугодие. Это касается дополнительных преференций для предпринимателей, которые занимаются переработкой отходов и развитием экологического туризма, поддержки многодетных семей и повышением рота для пенсионеров. Так депутаты освободили многодетные семьи от транспортного налога с 2020 года. В парламентарии поддержали законодательную инициативу руководителя региона Артура Парфенчикова и спикера законодательного собрания Александра Шандаловича. Принятый законопроект предусматривает, что семьи с тремя и более детьми смогут не платить транспортный налог на легковой автомобиль или мотоцикл с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Этим правом смогут воспользоваться более 6 тысяч семей Карелии. В зависимости от мощности двигателя экономия семейного бюджета сможет достичь 10 тысяч рублей. С 2020 года на 33% увеличится величина прожиточного минимума пенсионеров в Карелии. Она составит 11 840 рублей в месяц. В этом году 8 846 рублей. Законопроект затронет 32 тысячи человек. Доплата будет производиться из региональной казны. Поддержали депутаты поправки в республиканский бюджет. Они предусматривают выделение в 2020 году 1 миллиарда 400 миллионов рублей Петрозаводску на подготовку к столетию республики. Эти средства будут направлены на широкий перечень мероприятий, в том числе на продолжение ремонта дорог, дорожной инфраструктуры, улучшения, на ремонты дворов, на обустройство общественных помещений, зданий, на ремонт набережной. Вообще очень много добрых дел, я уверен, будет в плане подготовки к празднованию Дня Республики Карелия будет выполнено за счет этих средств. Депутаты задавали вопрос по поводу эффективности их использования, и этот вопрос, безусловно, будет находиться на контроле в законодательном собрании. Предстоит депутатам обсуждение бюджета, контроль за исполнением национальных проектов, а также подготовка к празднованию столетия республики. Дата назначена на 5 сентября 2020 года. Светлана Воробьева, Владислав Будников, САМПОТВ, 360. Начало отопительного сезона в республике обсуждали во время поездки премьер-министр правительства Карелии в Пудаш. Кроме встреч в кабинетах, Александр Чепик посетил школу номер 2, Дом культуры и Пудашскую центральную районную больницу. Юлия Кучеренко расскажет подробнее. Пудашская центральная районная больница на улице Пионерской. Встречая премьер-министра, главный врач показывает фасад здания. Капитально больницу не ремонтировали ни разу. Фасадная плитка осыпается на балкон и выходить запрещено, могут обрушиться. Внутри здания еще одна боль – отсутствие необходимого оборудования. Единственный стационарный аппарат УЗИ вышел из строя. Врачи работают на портативном, который предназначен для исследований на выезде. И, к примеру, сделать некоторые виды УЗИ малышам на таком аппарате невозможно. Валентина Широкова говорит, мы маленькая больница, но необходимое оборудование у нас должно быть. Тем более, что его наличие – зачастую решающий фактор для молодых специалистов. Молодой специалист хочет работать в красивой современной больнице, может быть, иметь новое современное оборудование. То, что они видят сегодня, когда проходят обучение в медицинских вузах. Сейчас в больнице остро не хватает участковых педиатров и терапевтов. Надежда на программу по приобретению жилья для медиков. В прошлом году для врачей здесь купили четыре квартиры. В этом году еще одну. Вот сейчас к нам приехал молодой врач-стоматолог. Мы ему сразу же предоставили жилье. Это очень хорошо. Поэтому вот сейчас я веду переговоры врач-анестезиолог, который тоже желает приехать. Естественно, сразу не спрашивают, а будет ли нам жилье. Конечно, да, приезжайте, благоустроенная квартира ждет вас. Что касается обновления фасада, Александр Чепик заявил, что к столетию республики центральное здание снаружи отремонтируют. Будет решаться вопрос по поставке нового медицинского оборудования. В Пудышской школе номер два рассказывают результаты ОГЭ. Здесь только девять классов стали немного лучше. Кроме того, впервые за много лет в школе появился еще один первый класс. Теперь их здесь три – А, Б и В, а всего 390 учеников. Но не радует то, что интереса к кружкам у детей и родителей нет. Об этом уже говорят в Доме культуры, где в Большом зале на первом этаже разместилась выставка продажа шуб. Александр Чепик рекомендует руководителю плотнее работать со школами и заинтересовывать детей и родителей. Важный вопрос – начало отопительного сезона в районе и в целом в республике. Подготовительные работы финансируются из средств регионального бюджета. На отопительном рынке района появилась еще одна организация – Карел Коммун Энерго. Прежняя Карел Энерго Ресурс передала новой 12 котельных. Запланирован ремонт двух в поселке Кривцы. Проводятся торги на другие ремонтные работы и поставку топлива. Юлия Кучеренко, Влад Будников, САМПО ТВ 360, Пудаш. В Карелии пройдет единый день приема граждан. Проекты научных исследований поддержат субсидиями. И порядка 10% россиян, отпрашиваясь с работы, не называют истинную причину. Об этом и не только. Расскажем коротко. До 13 сентября можно записаться на день единого приема граждан, который пройдет 12 октября. Артур Парфинчиков проведет прием жителей Лагдымбокского района. Проекты научных исследований по изучению природной среды, ее ресурсов и социально-экономических процессов в Карелии поддержат субсидии. Минэкономразвитие начала прием заявок. В Карельской филармонии открылась традиционная осенняя ярмарка абонементов. На ней можно будет не только приобрести билеты и абонементы со скидкой, но и поучаствовать в розыгрышах. Ярмарка продлится до 15 сентября. Около 10% россиян, отпрашиваясь с работы, предпочитают не называть настоящую причину отсутствия. Чаще всего сотрудники считают ее слишком личным вопросом или опасаются, что руководство сочтет такой повод несущественным. 13 сентября горожан ждут на субботнике в губернаторском саду. Там пройдет акция «Выходные в любимом парке». 14 сентября субботник состоится в Олимпийском сквере на Древлянке. К 300-летию первого российского курорта «Марциальные воды», Национальный музей Республики и Петрозаводский госуниверситет провели международную научно-практическую конференцию. Ученые обсудили историю не только карельского, но и бельгийского и австрийского курорта. Что их объединяет, узнал Данил Чиненов. Весь корень русской жизни сидит тут. «СПА, Баден, Марциальные воды» – названия излюбленных Петром Великим лечебных мест звучали сегодня в Национальном музее Республики. Историки из разных уголков мира – Бельгии, Австрии, Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска – встретились с петрозаводскими коллегами на конференции. Ее посвятили 300-летнему юбилею «Марциальных вод». Особое внимание персоне императора благодаря ему в 1719 году основали карельский курорт. А в 2022 году Россия будет отмечать 350 лет со дня рождения правителя. Петр Первый – это наш человек. И сейчас очень важно использовать Петровский юбилей для того, чтобы Карелия как-то получила толчок в дальнейшем развитии. Директор Национального музея рассказал, что в «Марциальных водах» развернули реставрацию, приводят в порядок домик смотрителя и церковь апостола Петра – единственное в России деревянное сооружение, для которого чертежи подготовил сам император. Не в первый раз карельскую столицу посетил историк Евгений Аниссимов. Петербургский знаток Петра и его эпохи приготовил для слушателей скорее философский доклад. Он посвящен представлениям Петра о жизни, смерти, болезни и минеральных водах, которые он здесь марциальной пил. Это был век такого разума, просвещения, и была такая вера в то, что наука может вылечить людей и вообще исправить человеческую жизнь. Другие исследователи рассказали об открытии свойствах марциальной воды, о роли кончезерских заводов в этой истории и о пребывании императора на курортах Бельгии и Австрии. Завтра гостей города познакомят с курортом непосредственно. Ну, есть шанс, есть повод понять Петра Первого, понять его эпоху и немножечко самих себя. Данил Чиненов, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. Петрозаводский модельер-дизайнер Лада Дымкина дарит вторую жизнь старому текстилю. Из полученных материалов она создает сумки, ковры и даже костюмы, которые позднее становятся частью различных коллекций. Мечта модельера – открыть свою мастерскую. С художником по текстилю пообщался наш корреспондент Эдуард Тур. Бережное отношение к старым вещам у Лады Дымкиной сформировалось не сегодня. Перед тем, как стать художником по текстилю, она несколько лет проработала реставратором-позаводчиком в разных уголках нашей страны. У меня просто выработалось и воспиталось вообще уважение к старым вещам, уважение к вещам с историей, уважение и к человеческому гению. То, что он производит, что он созидает, как он мир воспринимает и как он воспроизводит это в мире. После переезда в Петрозаводск жизнь Лады изменилась. Именно тогда она переключилась на текстиль, но принцип бережного отношения перенесла и в новую сферу деятельности. Не просто цель продлить служение вещей, а то есть это более такой масштабный комплекс вообще психологический о том, что я просто очень люблю мир, очень люблю людей и то, что они создают. Часть материалов для своих работ Лада получает из контейнера, установленного в арт-пространстве «Синий коридор». Туда жители Петрозаводска сдают ненужную одежду. Из них, например, получаются такие ватники. Так их называет сама художница по текстилю. Они стеганные, они набиты разным наполнителем утепляющим и полностью орнаментальные такие и лоскутные. То есть я использую здесь вторсырье. Собственно, все это вместе сшиваю уже в детали и потом детали собираю, все это простегиваю. Большинство своих работ Лада создавала у себя на кухне. Недавно она получила грант от службы занятости. На эти средства отремонтирует и обустроит мастерскую. Дизайнер планирует, что помимо основной работы там будут проходить различные лекции и мастер-классы. Эдуард Тур, Александр Борисов, Сампо ТВ 360. Свои мнения о новой редакции региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами продолжают высказывать эко-активисты. Координатор экологических проектов «Компостмобиль» и «Майкапплис» Анастасия Бауэр поддержала идею отказа от строительства в Карелии мусоросжигательных заводов и высказалась в поддержку сортировки отходов, но с условием, что устанавливать контейнеры будут не за счет горожан. Если финансовая нагрузка за внедрение контейнерной системы ложится на плечи управляющих компаний, а значит жильцов, то у населения должна быть возможность выбора, какое количество контейнеров установить и как будет производиться расчет платы за услуги по вывозу ТКО. Тариф за вывоз ТКО для населения повыситься не должен. Такого мнения придерживаются региональные власти. Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин рассказал, новые контейнерные площадки планируется оборудовать за счет инвестора в рамках государственного частного партнерства. Мы говорим о том, что оператор должен взять на себя обязательства по формированию тех площадок, по реконструкции тех площадок, которые их не достают в первую очередь там, где их нету, но и тех, которые есть. Этот процесс тоже не быстрый и капиталоемкий. Напомним, познакомиться с новым вариантом схемы можно на сайте Минприроды Карелии, а также направлять свои предложения по электронной почте ведомства. Обсуждение продлится до 15 сентября. И это все новости к этому часу. Будьте с нами и до встречи на Сампо ТВ 360. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok